Продолжаем разбираться с внешней фильтрацией. В этом выпуске мы запустим внешний фильтр Atman 3338S. Не забывайте о том, что после последнего выпуска я разыграю один внешний фильтр среди вас, друзья. Поэтому можете уже сейчас подписываться на канал Пара Аквариумистика и Аквалога в инстаграме, потому что именно там пройдет розыгрыш. Это рубрика Честная Покупка. Поехали! С помощью фильтрации воды в аквариуме удаляются излишки минеральных и органических веществ и поддерживаются приемлемые условия для его обитателей. Я уже говорил и повторюсь снова, качественная фильтрация воды это очень важный момент в аквариумистике. От этого будет зависеть здоровье аквариумных обитателей, их продолжительность жизни, внешний вид аквариума и многое другое. К выбору фильтров всегда нужно подходить с умом, отталкиваться от того, кто уже есть в аквариуме, будут ли они расти, какого объема аквариум, появятся ли в этом аквариуме другие обитатели. В современной аквариумистике нет пока фильтрации эффективней внешней, многоступенчатой комбинированной фильтрации. Давайте подробно разберемся, что это такое на примере внешнего фильтра от Атман 3338С. Комбинированными фильтрами называют фильтры, которые совмещают в себе разные типы фильтрации аквариумной воды. Основных типов всего три. Механическая, химическая и биологическая. Обратите внимание, этот канистровый фильтр имеет отсеки. В каждом отсеке есть фильтрующий материал. Давайте начнем с механической фильтрации. Роль механического фильтрующего материала выполняют губки, всевозможные синтепоны, поролон. Они нужны только для того, чтобы убрать из воды мелкую звесь или попросту говоря мусор в аквариумной воде. Так называемый мусор это остатки корма, твердые отходы аквариумных жителей, части отмерших растений и так далее. Помимо того, что губки задерживают на себе мусор, на ней появляются колонии полезных бактерий. Тут стоит перейти к следующей ступени биологической фильтрации. Биологическая фильтрация намного важнее механической. Да, она в меньшей степени убирает мусор из воды, но зато благодаря ей в воде поддерживается нужный баланс плюс прозрачность воды. В качестве биологического фильтра чаще всего используют керамику или пластиковые шарики. Но нужно понимать, что на этапе запуска эти наполнители первое время будут выполнять роль только механического фильтра, являясь всего лишь домом для так называемых полезных бактерий. И только спустя время в этом доме появляются огромные колонии, которые будут выступать в роли биологической фильтрации. Считается, что для того, чтобы биофильтр работал на 100%, на 1 литр аквариумной воды должно приходиться около 3 квадратных метров поверхности для поселения нитрифицирующих бактерий. Отмечу, что биологический фильтр никак не оказывает влияния на химические процессы, происходящие в аквариуме. После того, как в нем установится биологическое равновесие. Биологический фильтр всего лишь способствует стабилизации этого равновесия и делает протекание закономерных процессов в аквариуме более стабильными. Химическая фильтрация. Эти фильтрующие материалы называют сорбенты. Самый распространенный от сорбент – это уголь. Широкое применение в аквариумистике получили различные ионообменные смолы, например, циолиты. Сорбенты вбирают в себя вредные химические примеси, содержащиеся в воде, хлор, тяжелые металлы, а ионообменные смолы эффективно борются с ядами, аммиаком, нитратами и нитритами, которые образуются и постоянно накапливаются в любом аквариуме в процессе жизнедеятельности аквариумных обитателей. Далеко не всегда в комплекте внешних фильтров идут такие наполнители, как уголь или подобные им. Поэтому аквариумисты при необходимости сами освобождают один из засеков и заполняют его необходимым сорбентом. Но учтите, что такие наполнители необходимо вовремя менять. Это раз. И второе, при использовании химии, например, при лечении аквариумных обитателей, этот отсек на время лечения необходимо убирать, либо отключать фильтр. Ну а теперь давайте поближе посмотрим, что находится в комплекте фильтра Атман 3338С. Ну что ж, давайте еще раз посмотрим на комплектацию, что же в этом фильтре есть. Снимаем головку. Первый отсек идет синтепон. И внутри находятся мешочки с углем. Соответственно, это у нас будет химическая фильтрация. Почему в мешочках находится уголь? Соответственно, для того, чтобы он не разваливался, не разбалтывался и оставался всегда на своем месте. Следующий отсек у нас заполнен пластиковыми шариками, которые будут выполнять биологическую фильтрацию. И третий отсек заполнен крупнополистой губкой и керамикой, керамическими кольцами. Соответственно, губка и поролон, который доставал до этого, будут выполнять механическую чистку. Биошары и керамика будут выполнять фильтрацию биологическую. И уголь будет выполнять химическую. Сейчас мы еще посмотрим, что находится внутри коробки. Открываем коробочку. В коробочке вас встретят два шланга. Соответственно, на вход, на выход. Адаптер. Такой мощный адаптер. Мне нравится уже. Хотя мы его еще не подсоединили. Ну, соответственно, трубка забора воды. И к ней еще, получается, будет идти такой вот наборчик. Мне вот интересно, у некоторых внешников идет еще губка сверху. Не попадут ли туда мелкие улитки, может быть, креветки или даже малек. Я бы на всякий случай, на всякий случай. Одел бы еще сверху какой-нибудь поролон. Ну, и, соответственно, к этой трубке еще идет крепеж. То есть, две присоски. Две присоски. Ну, и держатель для них. Для выходного шланга идет набор другой немножко. То есть, здесь идет флейта. Флейта сборная на три колена. Соответственно, так же будут пяти держатели к ней. Кстати, здесь держатели идут только одного размера. Не как в прошлый раз я показывал, а во внешнике было два размера. Здесь идет один. Ну, и, соответственно, будут идти липучки. И вот такой вот выход. Тоже очень интересный. И даже мы его когда запустим... С флейта я уже показывал. С этой штукой не показывал. Покажу с ней, как это будет выглядеть. Вот такой вот хороший стандартный комплект идет в фильтре Atman. Во внешнике Atman 3338S. Осталось теперь все это дело запустить. Но прежде чем его запустить, я хотел вам показать еще одну интересную вещь. У головки этого фильтра очень просто добраться до ротора. Для того, чтобы его почистить при необходимости. Открывается очень просто. И так же просто он оттуда вот достается. И еще один момент. Ось, которая здесь находится, она керамическая. Соответственно, будет работать. Намного дольше, ну по крайней мере я так предполагаю, чем с металлической. Так, забыли одеть. Колпачок такой еще резиновый здесь идет в комплекте. Для того, чтобы не повредить керамику. Все. Вот так легко и просто с ним работать. В комплекте понятная инструкция на русском языке. Перед тем, как устанавливать фильтр, обязательно прочтите инструкцию. Особенно, если вы это делаете в первый раз. Абсолютно ничего сложного. Самое главное, плотно закрепить головку внешнего фильтра. Чтоб не оставалось зазоров. Установите шланги крепко. Попробуйте после установки слегка дернуть их, чтобы убедиться, что они плотно посажены. Это простейшие меры предосторожности, которые позволяют обезопасить вас от течи по глупости. Фильтр Atman 3338S у меня впервые. Хотя мой опыт использования внешников достаточно широкий. Качество материалов я доволен. Внешний вид фильтра в целом мне тоже очень нравится. Кстати, напишите в комментариях, как вам внешний вид этого фильтра. Возможно, среди вас есть настоящие ценители внешнего вида предметов. Эстеты. Осталось только протестировать его. И уже в следующем видео я расскажу о своих впечатлениях и ощущениях, полученных от пользования им. Друзья, многие из вас знают, что я просматриваю все ваши комментарии к видео. Не всегда у меня хватает времени всем ответить, ведь вас уже очень много. Но я рад, что вы сами друг другу часто отвечаете на вопросы. Ведь все мы объединены одним увлечением – аквариумистикой. Спасибо вам за это. А сейчас я предлагаю посмотреть комментарии к прошлому видео. Розыгрыш одного из видео. Внешних фильтров будет проходить в Инстаграме после выхода последнего выпуска. В Инстаграме «Параквариумистика» я размещу пост со словом «Розыгрыш» и двумя этими фильтрами. Ваша задача под этим постом разместить сообщение с названием фильтра, который вы хотите получить. И отметить хотя бы одного друга. Обратите внимание, от вас должно быть только одно сообщение. Если сообщений будет два и более, и рандом выберет вас, то увы. Рандомайзер придется перезапустить. Не забудьте о том, что вы должны являться подписчиком страницы «Инстаграм Пар» и «Аквалога». Условия просты – участвуйте и побеждайте. Ссылки находятся в описании под этим видео. Рандомайзер запущу в прямом эфире ровно через 7 дней после публикации. И да, у нас все по-честному и без обмана. Проверяйте настройки своей удачи и вперед! Друзья, на этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. До встречи в новом видео на канале Пар. Не забывайте подписаться в «Инстаграм». Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!